В эфире общественно-политическая программа «Форум» в студии Юрия Пестерев. Здравствуйте! В Курганской области 1 февраля 2013 года состоялся финал первого регионального конкурса среди учителей начальных классов общеобразовательных школ, реализующих областной проект «Интеллектуал Зауралья». Собравшихся в поселке Каргополе финалистов поприветствовал глава района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Сухнев. Как правило, спорт представлен силовыми видами, но этот вид особый, интеллектуальный и в нем у каргопольцев есть успехи. На играх «Зауральская метелица» команда района впервые подошла к призерам. Конкурс – это обмен опытом, методиками и это поможет развитию области, особенно в сельских районах. Шахматы не требуют больших затрат, главное, чтобы был организатор, который и есть в лице учителей, отметил Виктор Сухнев. А первый заместитель секретаря регионального полицовета партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Интеллектуал Зауралья» Марат Исламов заявил, этим проектом закладывается хорошее будущее Курганской области, поскольку его можно делать только с умными, грамотными людьми. Зауральские справедливоросы собрались расширяться, все дело в предстоящих выборах различных уровней. Об этом нам рассказал руководитель Курганского регионального отделения Виктор Семенов. В партии мы собираемся работать, достаточно тяжелая политическая работа. В первую очередь по подбору кадров в УИКИ, так называемой, это участково-избирательной комиссии, нам предстоит набрать около двух тысяч человек, которые будут защищать наши интересы на предстоящих выборах во всех уровнях, так скажем, выборных тех баталий, которые предстоят. Это люди, которые будут, так скажем, на передовом плане работать именно в участковых избирательных комиссиях, и, соответственно, мы должны будем отстоять свои выборные и предвыборные, и послевыборные все достижения, которые мы сможем закрепить именно тем днем голосования, когда он состоится. То есть эти люди будут работать на то, чтобы наши успехи и наши голоса были четко обозначены в этих участковых избирательных комиссиях и закреплены, чтобы их не украли. Эта задача достаточно сложная, люди должны быть ответственны. Мы сейчас занимаемся этой работой, и у нас по всем районам, ну, я говорю, около двух тысяч мы должны набрать целым этих людей. Часть людей у нас уже, конечно, имеется. Партия мы не молодая, мы на сегодня уже имеем определенный опыт, и у нас есть люди, которые с нами сотрудничают. Они уже работают в участковых избирательных комиссиях, в территориальных избирательных комиссиях, и я хотел бы пожелать, чтобы те люди, которые к нам пойдут, чтобы они четко и ясно представляли для себя, с кем они будут работать. Это не партия власти. Мы оппозиционная партия, и мы не всегда получаем поддержку администрации и каких-то органов, которые бы могли нам, скажем так, содействовать в выборах. Так что предстоит трудная, тяжелая и достаточно творческая работа. То, что касается ближайшего времени, у нас эти, я думаю, что все участковые избирательные комиссии мы сформируем. В ближайшее время состоятся, понятно, и праздники, и будет и 23 февраля, и 8 марта. Мы будем поздравлять и членов своих партий, и в целом всех курганцев. Почему Либеральная Демократическая партия России выступила за закон Димы Яковлева? Об этом нам рассказала депутат Государственной Думы 6-го созыва от ЛДПР Елена Афанасьева. Именно депутаты фракции ЛДПР с 2003 года занимаются вопросом детей-сирот, проживающих на территории Российской Федерации. Мы неоднократно говорили о том, что положение действительно не самое лучшее. Условия для вообще проживания детей-сирот, особенно детей-инвалидов, на территории Российской Федерации требуют серьезной работы. И мы делали замечания по поводу работы иностранных агентств по усыновлению на территории Российской Федерации. Нас тогда поддержала Генеральная прокуратура Российской Федерации, действительно нашла факт грубейших нарушений в деятельности этих агентств, признала эту деятельность недобросовестной. Поэтому для нас этот вопрос не был новым. Мы как бы 10 лет говорили о том, что нужно серьезно заниматься детьми-сиротами в России. И когда такой закон появился, и мы стали соавторами этого закона, мы увидели реальную возможность поднять вопрос детей-сирот на повестку дня. Курганской области 70 лет. Немало исторических фактов о родном Зауралии накопил первый секретарь обкома КПРФ Василий Кислицын. Мы патриоты Зауралия, тем более мне как историку и завкафедра отечественной истории эта тема очень важна. И я хочу подчеркнуть, что и у Компартии Российской Федерации, у нашего Курганского отделения есть среди тех тем, которые вошли в программу конкретных дел, у нас есть программа 50 конкретных дел, есть такая тема, как сохраним историческую память Зауралия. Поэтому не только как историк, но и как кровед, а я еще и председатель областного общества кроведов, мы сегодня активно работаем по изданию литературы. Кстати, я должен сказать, что вот наша кафедра за время ее существования издала семитомник истории Курганской области, несколько школьных учебников, хрестоматии. Мы участвуем в регулярно проводимых зырьяновских чтениях. Зауральцы принимают поздравления. С 70-летним юбилеем области жителей нашего региона поздравляли гости из других областей и наши знаменитые земляки. Торжество проходило в областной филармонии. Делегации из всех районов Зауралья, ветераны войны и труда, учителя, врачи, юристы, общественники и культурные деятели. На празднование круглой даты собрались не только жители области, но и гости со всего Урала. В 70 лет вобрали в себя жизнь не одного поколения. Поэтому сегодня вспоминали всех, кто творил историю родного края, ковал победу и выращивал урожай для фронта, восстанавливал страну в послевоенные годы и растил детей. Это праздник для населения, это праздник для тех, кто сегодня, может быть, еще раз вспомнил своего деда, прадеда, вспомнил своего отца, вспомнил его жизнь. Может быть, еще раз поклонился ему за то, что если кто-то, наверное, сегодня поздравит их с тем, что в нашей области юбилей и тоже скажет им спасибо и пожелает им здоровья за то, что они сделали для развития нашей области. Поздравить земляков приехали многие знаменитые зауральцы. Одна из них – самая титулованная летчица мировой авиации Светлана Копанина. Конечно, город растет, летом я была, цветет. Это очень радует. Строятся спортивные комплексы, это очень радует. Но так как мне ближе авиация, хотелось бы, чтобы наша молодежь летала, как раньше, чтобы дети летали. Губернаторы соседних регионов и их представители отметили, что Курганская область уникальна своими людьми. В первую очередь это касается нашего трудолюбия и высокой производительности, как в агропромышленном комплексе, так и в индустрии. Курганская область является уникальной территорией. Несмотря на внешний, может быть, незначительный экономический потенциал по сравнению с Ямалом или с другими регионами, это уникальный регион с точки зрения человеческого фактора. Здесь очень высокая производительность труда, здесь очень трудолюбивые люди, здесь огромный потенциал для развития и агропромышленного комплекса, и индустриального комплекса за Уралия. Поэтому мы убеждены, что все будет хорошо. Еще раз с праздником! В подарок зауральцам из Ханты-Мансийского автономного округа губернатор Югры привезла сенсорную детскую комнату. Уникальное оборудование устанавливают в Курганском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это ответный подарок, говорит Наталья Комарова, ведь дети Югры ежегодно отдыхают в наших летних лагерях. И добавила, что югорчане гордятся тем, что именно их земляк Тимофей Невежин стал основателем Кургана. Именно югорчане, житель Березово в свое время образовал, основал первое русское поселение в Зауралии. Ничего не жалко, всегда рады, добро пожаловать и надеюсь, и нам никогда не откажете с праздником. Еще одну приятную новость привез командующий воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов. Генерал-полковник прибыл в Курган по поручению министра обороны, чтобы на месте проверить производственные возможности КМЗ и других курганских предприятий. Уже в этом году зауральцы должны выпустить первые 10 новых бронетранспортеров. В будущем государственный заказ только увеличится. У меня есть твердая уверенность, и я всегда ее высказывал, что традиции Курган-маршзавода, сохранившиеся кадры конструкторского бюро и основных производственных подразделений, позволяют нам с оптимизмом смотреть, что эта государственная задача этим славным коллективом будет успешно решена. Пяти зауральцам присвоили звание почетных жителей области. Ими стали Юрий Князьков, заслуженный работник культуры, Николай Логинов, ветеран агропромышленного комплекса, Николай Семенов, всю жизнь проработавший в машиностроении, Владимир Чернов, директор клиники и диагностического центра гастроэнтерологии, и Алмаз Шарафуддинов, ветеран дорожной отрасли. Лучших работников самых разных сфер наградили почетными грамотами и знаками отличия. На этом наш выпуск завершен. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин